Я маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! В России исполнилась мечта Ильи Киевы, который многократно и публично призывал без суда и следствия уничтожать предателей Украины. Я бы приехал и расстреливал бы таких, у нас будет появляться, я чувствую, с каждым днем все больше и больше расстрелянных возле своего дома, потому что у людей не хватает терпения больше. Но, как говорится, есть нюанс. Предателем Украины, расстрелянным у своего дома, на этот раз оказался сам Илья Киева. Сегодня в Подмосковье был убит один из главных критиков режима Зеленского, бывший депутат Верховной Рады Илья Киева. Фигура весьма спорная. Бывший радикал запрещенного правого сектора, отметившийся в Донбассе, сбежал в Россию с началом СВО, однако отказавшись от своей родины, он не стал своим и здесь. Как известно, Киева прославился тем, что сначала играл роль отмороженного радикала из правого сектора, и его в качестве пугала показывали российские СМИ. Но потом Киева просто вот так вот в один момент по щелчку изменил свою риторику на 180 градусов и пошел в партию ОПЗЖ к Медведчуку. Когда это произошло, мне показалось, что уж такого откровенного издевательства избиратели ОПЗЖ точно не потерпят. Включение в партийный список человека, который публично призывал расстреливать автобусы с переселенцами из Донецка, это как-то слишком даже для них. Но нет, как оказалось, для пророссийских избирателей вообще нет ничего невозможного, и они натурально проголосовали за партию, в списке которой был радикал из правого сектора. В 2022 году Киева совсем уже перестал стесняться, поддержал нападение на собственную страну и стал призывать к ракетным ударам по своим же согражданам. То есть фактически призвал бомбить своих же собственных избирателей, которые голосовали за партию ОПЗЖ. Ведь когда ракета падает на многоэтажку, она ведь не выбирает, кто там за кого голосовал. Позиция, которая определена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным от себя и от миллионов украинцев. Я хочу сказать спасибо за эту позицию. Сам Киева, конечно же, ни на какой фронт не пошел и продолжал оставаться в далекой и, как ему казалось, безопасной Москве. Но пламя насилия, которое он сам помогал же разжигать, в итоге настигло его и там. Да, действительно, Илья Киева убит. Новость о ликвидации Киевы вызвала у россиян смешанные чувства. Многие зет-патриоты стали откровенно радоваться его гибели, припоминая о Киеве прошлое в правом секторе. Хотя для всех очевидно теперь уже точно, что никаким искренним патриотом Украины Киева никогда не был. Он просто был провокатором, играл роль нужную российским СМИ. А российские СМИ просто показывали его для картинки, чтобы показать, вот посмотрите, какие, значит, у украинцев есть упоротые, неуравновешенные радикалы. А потом в какой-то момент Киева просто перестал играть эту роль и пошел уже открыто работать на пророссийскую партию. Но вот коллеги Киевы, такие же коллаборанты и перебежчики из Украины, сильно разволновались после его ликвидации, так как каждый из них понимает, что может стать следующим. К примеру, Олег Царев разволновался настолько, что срочно вышел из запоя в эфир и попросил российских патриотов не глумиться над смертью Киевы, потому что выстрел в Киеву – это выстрел в Россию. Я смотрю, сейчас многие доставляют посты, вспоминают русофобские заявления Киевы, типа, ну, раз он таким был, то, в общем-то, его и не жалко. Ну, дело ведь не в Киеве. Дело в том, что, каким бы он ни был, многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ, вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России, а удар по России – по всей России. Надо воспринимать всерьез и отвечать всерьез. Ну, не писать о том, что нам его не очень жалко, поэтому таки ладно. Неладно, так не должно быть. Эмоции Царева понятны. Он понимает, что предателей не уважают и не любят нигде, и в случае ликвидации его самого в России никто особо не расстроится. Поэтому теперь Царев в срочном порядке пытается убедить Россию, что он еще нужен, что он еще может быть полезен, поэтому его необходимо охранять и беречь. Но кого Царев обманывает? Такие, как он, действительно были нужны России в 2014 году и немного так в 2022. Но сейчас они уже отработанный материал. Кого, какой смысл охранять того, кого уже использовали? Какой от них толк? Исполнителей не жалеют. Это расходный материал. По словам Царева, Илья Кива очень боялся, что за ним придут. И поэтому скрывался в закрытом поселке в Подмосковье. Но ему это все равно не помогло. И видите, Илья берег себя, но не смог сберечься. Илья берег себя, но не уберег. Кива для них уже давно был целью. Он переживал за свою жизнь и из-за этого переехал из Москвы. О как! Переживал за свою жизнь. А за жизни украинцев, которые гибли от ударов российской армии, не переживал. Наоборот, поддерживал войну и призывал еще сильнее удары наносить. Он находился в Москве. Приехал из Москвы в очень закрытый поселок. Один из самых статусных. В Одинцовском районе. Не буду его рекламировать, здесь называть. Там камера, там охрана. И считал, что там он был в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности. Безопасных мест нет. Занервничал и другой известный украинский коллаборационист и предатель Украины Александр Семченко. От страха он даже вспомнил про украинскую конституцию. Есть статья 19 Конституции Украины. Там же четко написано, что органы державной влады, их посадовые особы делают выключен в способе в межах, предбаченных законами Конституции. В Конституции написано, убивать нельзя. Люди, которые поддерживают агрессивную войну против своей страны, оккупацию части территории Украины и массовое убийство своих же сограждан, внезапно вспомнили про Конституцию и вспомнили, что убивать нельзя. Как только до них дошло, что убить могут их самих. Специальные группы диверсантов заброшены сюда, на территорию России. Все-таки на вас покушались в Крыму, на Киеву покушались в Подмосковье ближнем. То есть работают они глубоко в тылу. Что-то как-то, по-моему, им уже не весело, да? Что-то какая-то тревога на лице у Скобеева. Думали, что можно будет всю Украину за три дня захватить и потом как угодно издеваться над украинцами, да? Творить что угодно, безнаказанно. Думали, что украинцы не дадут сдачи, разбегутся, не смогут поставить за себя. А оно вон как вышло. Оказывается, может и ответка прилететь. Ого, да, никто о таком что-то не предупреждал в самом начале. Теперь СВО уже чего-то им не нравится. А мораль в этой истории очень проста. Не нужно поддерживать агрессивную войну, не нужно вторгаться в соседнюю страну, и тебе ничего не будет. Будет все хорошо, будешь жить нормальной, мирной, спокойной жизнью. Посмотрите, сколько уже людей в самой России, самих россиян, российских вот этих всех патриотов, уже погибло, да? Которые могли бы быть живы, если бы просто нас не тронули, к нам не вторглись и не нападали на Украину. Если бы просто жили своей мирной жизнью у себя в стране. И кейс Илья Кивы тут еще более показателен, потому что человек, в общем-то, мог оставаться на патриотических украинских позициях, и был бы сейчас в Украине, ну если бы не героем, то, по крайней мере, был бы жив и был бы обеспечен. Потому что он был живым, обеспеченным человеком, у него все было здесь хорошо. Но потом Илья Кива решил предать свою страну, поддержать войну против своей страны, и в результате получилось то, что получилось. А с Ильей Кивой случилось ровно то, к чему он призывал сам. Ничего другого, как и заказывал. Я бы приехал и расстреливал бы таких, с ними будут крайние меры, по законам военного времени.